Тема сегодняшнего видеоурока – Compound words – сложные слова. Для тех, кто знает хорошо лексику английского языка, это упражнение несложно выполнить, потому что здесь есть две колонки слов, и к первой колонке надо подобрать слово со второй колонки. Но проблема в том, что для тех, кто не очень хорошо знает слова, это упражнение трудновыполнимо. Но я сейчас попытаюсь рассказать так просто, что даже люди, которые только-только начинают учить английский, просто могут выполнить это упражнение и в дальнейшем даже составлять самому такие упражнения, для того, чтобы легко напирать и улучшать лексику английского языка. Как использовать Google-переводчик? Для этого нам надо скопировать этот текст, который нам надо выполнить в упражнении, и поместить в Google Translator. Вот мы его поместили. Сейчас я быстренько переведу, что здесь написано, кто не понимает, и потом дам свои рекомендации. Значит, первый абзац – это обозначение, что такое сложное слово. Слово, которое составляется с присоединением двух слов, есть или называется сложным словом. Следующее упражнение поможет вам понять, как новые слова образуются в английском от двух отдельных слов. И дальше идёт обозначение, как сделать это упражнение. Соедините слова со следующего списка, чтобы составить сложные слова. Тогда напишите сложные слова на строке с правой стороны. Ну, вот у нас была здесь строка, она переместилась немножко здесь. Значит, как мы выполняем это упражнение? Значит, перевод может быть не совсем корректный. Почему? Потому что когда-то давно Google Translator был намного лучше, но потом появилась функция в нём, что любой пользователь мог изменить перевод и добавить свой собственный. И после этого многие люди так меняли неправильно переводы, которые были уже изначально заложены в этом переводчике программы, что она переводит дико, просто по-дикому. Но мы можем использовать её. И вот сейчас я вам расскажу, как. Первая функция, которая нам возможна для использования, это чтение. Красивое чтение, это может помочь нам Google Translator. Вот здесь внизу мы нажимаем на громкоговоритель и потом следим, как читает диктор. И учимся читать. Вот давайте начнём с этого. А word that is made by joining two words is called a compound word. The following exercise may help you to understand how new words are formed in English from two separate words. Match the words from the following list to make compound words. Then write the compound words on the line to the right side. 1. Cross shell. Blank. 2. Trade wear. Blank. 3. Door school. Blank. 4. Shoe set. Blank. 5. Sea ink. Blank. 6. River rope. Blank. 7. Under paper. Blank. 8. Ear cycle. Blank. 9. Wind lace. Blank. 10. Hard knob. Blank. 11. High cutter. Blank. 12. T-road. Blank. 13. Sun bank. Blank. 14. Neck muff. Blank. 15. News tubs. Blank. 16. Tight boil. Blank. 17. Bath mill. Blank. 18. Paper bag. Blank. 19. Motor tie. Blank. 20. Heartbeat. Blank. Прочитали. Научились читать. На некоторых это надо несколько раз. А теперь посмотрите перевод. Cross shell. Вот это у нас разные слова. Но переводчик это видит как два слова и переводит как два слова вместе. И смотрите, переводит поперечная оболочка. Это совершенно неправильный перевод. А почему переводчик так видит? Потому что есть такое правило в английском, когда рядом два слова and they announce, и они имя существительное по украинскому и manic. Это слова, которые отвечают на вопрос кто, что. Так вот, когда эти слова рядом, значит, есть такое правило, что первое слово переводится как прилагательное. Прикматик. Какой? Вот он перевел поперечное. Значит, смотрите. Когда у нас отдельные слова, их необходимо всегда отделять запятой. Вот когда мы отделили запятой, вот, и потом перезапустили. Вот. Обновили. Видите? Он перевел совсем по-другому. Крест, раковина. Значит, вот очень важно, что необходимо запомнить, когда вы работаете с Google Translate. Если это отдельные слова, обязательно надо их разделять запятой или точкой. Тогда более-менее нормально перевод будет. Но наша задача сегодня – показать все функции Google Translate, поэтому мы идем дальше. Мы не просто смотрим, что это. Кросс – это крест. Щелл – это раковина. Вот щелл нам подойдет, потому что я знаю это упражнение, да? А кросс нам не подойдет, перевод крест. Вот. Поэтому нам надо выделить слово кросс и проверить все значения перевода. Прокручиваем вниз Google Translate. Вот прокручиваем вниз. И смотрите, здесь есть все переводы для слова кросс. И вот мы выбираем, какой перевод мы можем запомнить. Потому что все мы не запомним, но запомнить необходимо несколько для улучшения наших навыков. Так. Ну, давайте запомним пересекать, переходить, да? Хотя тут есть и переплыть, и форсировать. И здесь есть дальше прилагательные, поперечные. И есть еще другие варианты – 35. Но мы уже не будем рассматривать. Если вы хотите, это вы сами рассмотрите. Значит, мы запоминаем. Переходить, пересекать. Вот. Крест, крестик, кросс. Я вам сказала, что это нам не понадобится. Видите, тут и форсировать много значений. Значит, вы запомнили? Значит, идем дальше. Щелл – раковина. Ракушка мы еще можем. Но все равно перепроверяем, да? Перепроверяем, как же нам дает перевод Google Translator. Ой, как много. Смотрите, шелуха, гильза, обшивка, каркас. И вот много-много разных переводов, да? Оболочка. Вот еще можно другие варианты. Вот вы нажмете. Это вам другие. Костов, корка, коробка, щит, кожура, юбкоизолятор, гоночная восьмерка. А даже глаголы есть. Смотрите. Очищать от скорлупы. Вот это надо запомнить. Это, например, новое для нас. Мы запоминаем. Шелушить, вынимать из раковины. Это и так понятно. Шелл. В английском языке, кто только новичок начинает изучать одно и то же слово, может быть именем, существительным именником, и может быть глаголом, десловом. Вот. Ну, идем дальше. И так мы должны пройти все слова. Trade. Ну, кто-то может помнить, да, что это торговать. Ну, а все равно мы перепроверим, чтобы улучшить знание. Вот смотрите. Это сделка, торговля, розничная торговля, профессия, ремесло, промысел, торговать и просоюзный. И еще 15 вариантов. Но мы не будем сейчас рассматривать все варианты. Значит, запоминаем несколько, да. Торговать, сделка, торговля, обмен, ремеслом. И вот так, когда вы самостоятельно выполняете какое-то упражнение, вам очень хорошо может помочь Google Translator в переводе. Но не именно вот справа перевод, а перевод, когда вы выделяете каждое слово where. Мы знаем, to where, wo, on – носить. Но есть и разные другие слова. И вот мы перепроверяем себя. И вот смотрите, как много новых слов мы можем выучить. Это износ, это одежда, изнашивание, да, ношение и стирание. Носить, одевать – это мы знали. Изнашиваться некоторые знали. Wear out – это, обратите внимание. Это фразовый глагол wear out – изнашиваться. Вот, и еще другие 21 вариант. Вот если вы постоянно будете работать, выполняя упражнения таким образом, используя Google Translator, знание английского очень улучшится. У меня сегодня есть время сделать это упражнение для вас. Door. Вы знаете, что это дверь. А мы проверим, что нам дает Google Translator. А смотрите, что он нам дает. И дверца, и вход, и даже дом, и заслонка, и путь. Дверной проем, дорога, квартира, помещение. Ну, и там дальше дает переводы. Так. Немножко увеличим. Ну, идем дальше. Стараемся запомнить, да? School. Ну, мы знаем, что это школа. А обратите внимание, как странно переводит нам переводчик. Trade wear – торговая одежда. Door school. Дверь школы. Ну, тут более-менее нормальный перевод, да? Ну, еще раз напоминаю, он переводит как именно не отдельное слово, а словосочетание. Поэтому нам надо было разделить комом запятыми. Кома – это по-английски кома. И запятая, и по-украински. Кома – запятая. И по-английски, и по-украински кома. Так, смотрите. Дверь, заслонка, дом, дверной проем, дорога. Это мы посмотрели, да? Дальше мы school хотели выделить. School. Смотрите, мы знаем, что это школа. Ну, вот расширяем наше знание английского. Обучение. И что хорошо, да? Здесь даются разные синонимы. Синонимы. Вот, видите, обучение. Значит, это может быть school, обучение, но также training, teaching, education. Направление. И также тут же мы повторяем синонимы. Direction, directing, route, trend. Стая. И тут же мы повторяем слово. Видите, school – это может быть даже стая. Пэк, flight, school. Занятия в школе. Да? Можно сказать, занятия в школе начинаются в сентябре. Можно просто сказать, school begins. Занятия в школе. School begins. Дальше. Обучать. Это тоже school. Teach. Train, instruct, tutor. И так далее. Еще другие варианты. Но не будем смотреть. Все-таки мы ограничены временем. Дальше. Щу. Ну, кто не знает слово «щу», да? Шузы, как это раньше говорили на обувь. Щу. Туфель. Смотрим, что нам дает словарик. Имя прилагательное. Смотрите. Обувной, сапожный. И дает не только, как мы привыкли, этот туфель, но также башмак, ботинок, колодка, подкова, наконечник, полуботинок, железный полос, кулисный камень, полюсный башмак. Ну, и, конечно же, есть глаголы «обувать», «подбивать каблуки». И что еще хорошее, смотрите, здесь вы можете отдельно каждое слово потренировать. Щу. 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 Видите, какое красивое произношение. А также, если вы хотите улучшить знание английского, вы можете скопировать текст, который обозначает на английском данное слово, и вставить в гугл шанс лейтс и тоже читать, переводить и развиваться. Но мы не будем, потому что мы ограничены временем. И вот так мы отрабатываем все слова. Си. Мы знаем, что это море. А кто-то уже догадался. Си-щел. Морская ракушка. Да, конечно. Видите, вот у нас было си. Значит, мы здесь будем писать на первое си. И там у нас было си-щел. Вот здесь, видите, уже, наверное, многие догадались это слово. А мы перепроверяем. Что нам дает словарик? Море – это мы знали. Волнение, волна, прилив и огромное количество. И прилагательное морской, приморской. Видите? Ин. Ну, мы знаем, что это «в». И вот, например, даже иногда «на» будет переводиться как «ин». Вот смотрите, «на дереве». Мы знаем, что «на» по-английски – это «он». Но нельзя сказать «на дереве», используя «он», потому что англичане говорят «in the tree», «на дереве». И вот сейчас, почему? Потому что птичка как бы сидит не на самом листике, там не на самой конце веточки, а как бы в кроне деревьев. Поэтому у нас «на дереве», а у них «in the tree». И что еще хочу сказать? Вспомнилось мне со словом «дерево» хорошее выражение. Мы говорим «деньги на дороге не валяются». А англичане говорят «деньги на деревьях не растут». И вот она наша «деньги на дороге не валяются» мы переведем, как «деньги не растут на деревьях». «Mari does not grow on trees». Идем дальше. «In». Мы хотим перепроверить, что же нам дает словарь. Ну вот, он дает нам даже в течение, под, внутри. И вот «через», смотрите, даже «через». Пример. «Через три дня». «In three days». «Через месяц». «In a month». «Через три года». «In three years». И здесь синонимы. «Through», «across». Тоже «через», но, например, «через реку перейти». «Across the river». Совсем другое «через». Вот, поэтому вот очень помогает нам. И внутри, видите, «in», «inside». И другие варианты еще 24. Но я не думаю, что нам стоит проверять это. Видите, «in», «в то время как», «во время», «during», «in». Много значений. И еще, может, «in» в дом, да? В дом. Согласны. Идем дальше. Если вы еще не устали, я не устала. «River». Ну, мы знаем, это река, но мы хотим знать больше слов. Видите, «поток» и «речной». «Flow», «stream». И вот тут здесь сразу же есть у нас синонимы. «Rope». Дальше «rope». Ну, кто не знает, что это веревка, да? Но мы проверим. И вот и нет. А это еще и трос, и нитка, и снасть, да? Рыболомная связь, снасть. Видите? «Fishing rope». И канатный, и веревочный, и даже умышленно отставать. Вот мы могли подумать, что это «rope» – это умышленно отставать. Ну что, я не знаю, запомните ли вы умышленно отставать «rope». Главное запомнить, связывать веревкой. Еще есть 12 разных переводов. Вот, но нам… Вот 12, смотрите. Ловить арканов, связывать веревкой, привязывать канатом, привязывать. Густеть даже, да? «Sicke» – густеть, мы знаем. Ну, вот они нам «rope» рекомендуют. Очень много значений, да? Вязка. Так, идем дальше. «Rope» мы проверили. «Under». «Under the tree» – под деревом. А мы проверим, что у нас. «Под» – присогласно «ниже». Вот «ниже». Вот нам надо запомнить «ниже» для нашего. «Под» тоже подходит, но «ниже». Очень похоже нам это слово для образования. Нашего нового слова сложного в процессе. «During and» – внизу, «ниже». И имя прилагательное тоже тут есть. Еще варианты, смотрите. Нижний и подчиненный. И меньший, и ниже нормы, и ниже нормы, и низший. «Under», да? Меньший, подчиненный. Дальше запоминаем. «Paper». Кто-то скажет, да и бумага. Но может быть сокращенно, как газета. «Paper», да? А что нам перевели? «7». «Под документом». Видите, что они перевели? «Под документом». Потому что нет разделения слов. Так, идем дальше. Вот наши «Paper». Еще 13 вариантов нам предлагают. «Документ», «Бумага». Это мы знали. «Газета». Мы знали. «Обои». Смотрите, «Wallpaper», да? «Обои». А сокращенно «Wall» убираем. «Wall» – это стена, да? «Wallpaper». Они говорят «Стенная бумага». «Бумага для стен», да? А мы говорим «Обои». Ну, «Wall» убрали, и получилось «Paperboy». Меморандум, векселя, банкноты, бумажные деньги тоже. «Paper», да? Просто сказать «Paper». Или «Paper money», или даже «Paper». Бумажные. Другие варианты. Вот, вот смотрите «Paper». Еще что бывает. Бывает. Экзаменационный билет, научный доклад, диссертация, письменная работа. Видите? Контрамарка. Очень много разных переводов. И даже есть глагол, да? Глагол «Paper» – заворачивать, завернуть бумагу. «Paper». «Paper this money». Вот, заверни бумагу эти деньги. «Paper this present». Заверни в бумагу этот подарок. Идем дальше. «Ia». Ну, мы знаем, что это ухо, да? А мы проверим. А это и слух. А это колос. Это ушко. Душка, да? Початок. Это початок, имеется в виду, какого-то растения. Душка, да? От очков. Ручка. Подвеска. Скважина. Вот это все «Ia». Ну, и также глагол «Колоситься». «Колоситься» тоже «Ia». «Колоситься». Дальше. «Cycle». Ну, цикл сразу похоже. «Цикл», да? Все перевели «цикл» быстро. А что у нас? А это круг, круговорот. «Bicycle», «велосипед». А сокращенно «cycle» и круговой какой-то процесс, да? Такт процессора тоже «cycle». Ездить на велосипеде, делать обороты, совершать какой-то цикл развития. Это все «cycle», и там идет дальше. Все смотреть не будем. Обновили, да? Свои знания немножко пополнили. «Wind» тоже все знают. «Ветер». Что тут такого? А мы смотрим. Дыхание. Дух. Виток оборот. Духовой, да? Вот, смотрите. Наматывать. Заводить. Мотать. Виться. И 31 еще другой, да? Только воздуха извилина. Вздор даже есть. Смотрите. Слух. Пустые слова. Да? Видите, как много. Вот. Идти по следу. Вызывать одышку. Сушить по ветру. Перевести дух. Сушить на ветро. Обматывать что-то чем-то, да? Много значений. «Лейс». Ну, насколько я помню, «Лейс» – это кружева, да? Кружева какое-то. И шнурок «Лейс». «Лейс». Но уверенно там… Ой, что у меня больше сделалось. Сбросим. Там намного больше переводов. Мы посмотрим. Кружева. Шнурок. Гипюр. Тесьма. Сыромятная сшивка. Ну, я не думаю, что это вам понадобится. Это сыромятная сшивка, но она запоминается. То, что не нужно, всегда запоминается. Кружевной. Шнуровать. Ну, я вам уже подсказку сделаю. У нас, конечно, «Лейс». Как шнурок будет. Правда? Шнуровать у нас тут нет. Потому что у нас расцвечивать, сшивать, отделывать, украшать кружевом, бить, пороть даже «Лейс». Видите? Ну, много значений. Ну, запоминайте «Лейс» шнурок, «Лейс» кружева, да? Хотя бы это «ХАД». И напряжённый, и тяжёлый, и хорошо работающий, но по-разному. Жёсткий, твёрдый, трудный, видите, сильный, тяжело. Как? Каким образом? Упорно, жёстко, с трудом. Ещё 40 вариантов, да? Но мы не будем все варианты смотреть. Это вы сами уже посмотрите. Это и дверная ручка. Ой, уже я подсказала. Дверная ручка, да? И у вас сразу же, вы помните, там было «До», и уже у нас будет «До-ноб». Дверная ручка, набалдашник какой-то. Ну, давайте посмотрим, что нам даёт словарик. «Гугл-транслейтер». «Ручка», «Кнопка», «Набалдашник», «Шишка», «Выступ», «Выпуклость», «Шарообразная ручка». Тоже может быть «Ноб», да? «Башка», «Круглая дверная ручка», «Небольшой кусок», «Бугор», «Холмик». И вот ещё нам даёт и много других слов. Так, «Хай». Что тут 11 он перевёл? «Высокий резак». Значит, да? «Высокий резак». Катый действительно резак, нож для резки чего-то. А «Хай» – это «высокий», но не про человека, а про забор, «Хайфенс», про здание, «Хайбилдинг». А про человека мы скажем «Толл», «Толлбой», «Высокий мальчик». «Высокий». Ну, проверяем, что пишет словарь. «Высокий» так и пишет, но также пишет «Большой», даёт «Лач», синоним. «С высоким содержанием», «Высший», «Верхний», «Сильный», «Дорогой», «Экспенсив», видите? «Хай прайсис», «Дорогая цена», «Высокая цена». «Максимум», «Как высоко», «Сильно» и ещё 30 вариантов. Сами уже посмотрите, не буду открывать. «Катэ», мы знаем, что это «Резак», да, тот, что режет. Нож для резки, посмотрим. Ой, ещё 5 вариантов даётся нам. «Резак», «Резец», «Резчик», «Фреза», «Режущий инструмент», «Закройщик» даже, смотрите. «Катэ», «Sharper», «Тендер», «Бур», вот «Бур», «Монтажёр», «Закройщица», тоже «Катэ», «Режущий станок», «Катэ», «Забойщик», «Майнер», «Забойщик» и «Катэ», «Резательная машина», вот «Катэ». Вот нам, скорее всего, она подойдёт, помните, да, у нас было «Пэйтер», «Пэйтер Катэ», вот, да. Ну, я бы не перевела, «Резательная машина», мы так не говорим. Нож для разрезывания, для резки бумаги, может быть, да, если это машина, машина для резки бумаги, потому что «Резательная» как-то не звучит. «Плужное чресло», ну, такое вот странное переводы, да. Ну, неправильное, здесь внизу как раз именно важность в том, что внизу правильный перевод. Дальше. «Ти», вы скажите, что тут такого? «Ти» – это чай. Ну, мы проверим. «Ти», «Чай», «Чайный», а что они дают? А ещё дают настой. «Чаёк», ещё можно сказать, да, «люблю чаёк». «Чайная смесь» и та же «Крепкий бульон». Ну, вот, нам надо запомнить. «Чай», «Крепкий бульон», да. «Ти», «Бифти», «Крепкий бульон». Вот это запомнить про чай. Ну, конечно же, «Чайный», «Чайный». Тут они не написали, но тоже можно переведить «Чайный». «Роут», все знают. «Дорога». А мы проверяем. И вот это не только дорога, но и путь, и фоссе, и улица, и мостовая, и рейд, и железная дорога, штрек. Проезжая часть улиц – это тоже роут. Ну, так же способ. «Солнце». Солнце. Ну, некоторые думают, ну, солнце я уже знаю, нечего проверять. Если вы делаете упражнение, потратьте свое время, проверьте каждое слово. Вот смотрите, да, вы думали, нечего проверять? А если «сан» – это бывает просто «сан». Солнечные лучи и солнечный свет. «Sunlight» – солнечный свет или просто «сан». И этот день, этот день, восход или закат солнца – это тоже «сан». И «год» – это тоже «сан». И «звезда» – аналогичное солнцу. И так же «загорать», «греть на солнце», «греться на солнце», «выставлять на солнце». Все это «сан». Так что запоминаем. «Sundays» – мы привыкли, да, загорать, но нужно сокращенно «сан». Идем дальше. «Bank». Ну, конечно же, вы скажете «это банк, where I can keep my money», где я могу держать свои деньги. Но не только. А «берег реки». Да-да, это тоже «бэнк». Посмотрим. Вот. «Берег», «вал», «группа», «насыпь», «отмель», «занос», «откос», «банковский» и другие варианты «24». Ну, мы не будем открывать. Так хочется, мне всегда лично хочется открыть и посмотреть, посмотреть до конца, делать вираж, класть в банк. Видите, «to bank», накреняться, сгребать, запруживать и наваливать, делать насыпь, ну, очень. И даже быть банкиром. «To bank» – это быть банкиром. «Do you want to bank?» «Ты хочешь быть банкиром?» Ну, вот. И много другое. «Делать виражи». «Do you want to bank?» «Ты хочешь делать виражи?» Видите? А потому что контекст нам надо знать, контекст, и вот так употреблять. Разобрались. «Бэнк». Немножко объемное упражнение, да? «Нек». Вы скажете «шея». Ну, шея и все. Ну, что там может быть? Что там может быть? А это и горлышко. Да? Горлышко бутылки. Это горловина. Если это ваше платье, да? «Нек». Горло. «Throat». Да? И может быть «нек». Воротник. «Color». Воротник. И может быть «нек». Перешеек. Насадка. И так дальше. «Обниматься». Ну, и так же «обниматься». «Embrace». Мы знаем, да? «Обниматься». «Hugs». «Embrace». Ну, вот видите? Мы раскрыли. И наглость выскочила нам даже. Видите? «Пролив». «Узкий пролив». «Ворот платья». «Нек». «Мунштук». «Нек». Вот. Нам выскочило, как много. Перевода. Идем дальше. «Маф». «Маф» – это муфта какая-то, да? «Муфта», «шляпа», «гильза», «неудача». «Фейли». «Мы знаем неудача». Видите? А еще «маф» они дают. «Промах». «Неумелый человек». «Маф». «Глуповатый человек». «Маф». О, как много слов для глуповатых людей. «Сейли». «Фу». «Маф». Ой, вот это слово я вообще не люблю. Вот это я не знаю, зачем они его пишут. Теперь дети могут увидеть это в видео и потом прозываться. «Маф-маф». Друг на друга. Так. «Неумелый» тоже. «Маф». Ну, мы запомним. «Муфта», «неудача», «промах», да? «Неумелый человек». Идем дальше. «Ньюз». Ну, все знают это. «Новости». «Но мы проверим». А тут это еще есть «весть». И «известие», такое слово русское. «Известие». «Сообщение». «Месседж». «Сообщение». «Ньюз». Еще раз напоминаю. Раз. И подучили это слово. Красивый перевод. «Ньюз». «Ньюз». Видите, она немножко проговаривает с американским акцентом. «Бритиш-энглэйш». «Ньюз». «Американ-энглэйш». «Ньюз». «Ньюз». Вот она так немножко. Американец здесь. Так. Идем дальше. Длинное видео. Так. Не люблю долгое. Долгое то иду. Да. Длинные, долгие. Вот это я русские слова путаю. Уже забывать стала русский с английским. Длинные, долгие путаю. Так. «Табс». Ну, «Табс», мы знаем, это какая-то емкость. Да? А почему тут во множественном числе? Да. Значит, мы можем удалить там «С», правда? Потому что зачем нам множественное число? Пускай будет так. «Табс». Итак, мы знаем, что это какая-то емкость. Ванная именно не комната, а вот эта емкость, где мы купаемся. Катка. Бак. Ушат. Бадья. Лохань. Или лохань, как по-русски. Бочонок. Мытье в ванне. Ти. Таб. Да? И старая калоша тоже будет «таб». А глагол, смотрите, «ту таб» упражняется в гребле и даёт ещё шесть вариантов. Но это не значит шесть вариантов глаголов. Это может быть имя существительное. Вот мы вот, видите, и добавилось. Ящик для руды добавился сюда. «Сажать растения в катку». Тоже «ту таб». Ну, идём дальше. Это было надо делать в прямом эфире, такое длинное видео. Ой, думаю. «Тайт». Кто не знает правильное чтение, запоминайте. «I-G-H», когда есть слово «G-H» не читается. И вот все слова с этим буквосочетанием, которые «I-G-H» в середине слова, они читаются как «I». «Night», «ночь». «Tight». Ну, это жёсткий такое. Что они нам дают? «Туго», «плотно», «крепко». «Плотный», «трудный». «Где мой жёсткий?» «Вот скупой и даже пьяный». «Зачем нам это?» «Захмелевший». «Зачем нам это?» «Tight». «Недостаточный». «Опрятный». «И опять же выпивший». Вы понимаете, вот вы скажете, как сочетать? Ну, только из контекста. «Выпивший». «Drunk», да, мы привыкли. Ну, вот они хотят ещё, чтобы мы использовали и слово «tight». «Tight». «Тугой», да? «Трудный». «Непроницаемый». «Непроницаемый». «Сжатый», «скудный», «компактный». «Навеселее». «Вот видите, как много даёт». «Навеселее», «пьяный», «захмелевший». «Вот жёсткий, тугонатянутый». «Видите?» «Тугозавязанный». «Да?» «Жёсткий». «Жёсткий» я имела в виду такое, да, плотное прилегание. «Тугозавязанный», «тугонатянутый», «жжатый». «Boiled». «Ну, все знают». «Boiled water», «кипячёная вода», «кипятить». «To boil», «кипятить», да? «А вот и нет». «А смотрите, отварной», «заварной». «Вот, отварной и заварной». «Помой, тоже окипячёный», да? «Отварной, заварной». «Ну, вареный», да, тоже. «И вот здесь, смотрите, как проговаривается». «Boiled», «Boiled», «Boiled». «И не проговаривается». «Bath». «Bathroom» – это банная комната, а у нас было «Bushtub», да? «Это уже ёмкость, где мы купаемся», да? «И тоже мы переводим по-русски ванная». «Но имеется в виду уже вот эта ёмкость, где мы купаемся». «Так, что они нам дают?» «Ванна», «баня», «купание», «bazin» и «bass» можно, да? «Купальня», «купальное заведение», «купать», «мыть». «Что делать?» «Bassbassa», «washbassa», «bassa». «Вот здесь очень важно помнить, кто новичок». Знаете, всегда ставьте зубки – извините, изжините, "'лязычок между губами». «Bass». Видите, она поставила тоже между зубами свой язык. Put your tongue between your teeth for pronunciation the word pass. Видите, как здорово. Идем дальше. Вот вам Google Translator. Очень полезная штука. Переводить можно. Немножко это забирает больше времени, чем вот так вы посмотрите. Вот смотрите. 17. Что он перевел? Банная мельница. Мел – это мельница. Вот банная мельница. Еще раз напоминаю, почему он так переводит. Потому что он видит эти два слова как одно целое. А в английском есть правило. Когда первое слово и второе слово именеки, имя существительное, первое слово переводится как прилагательное прикметник. Ну, например, school – это школа. Мы не говорим школа-двор, а школьный двор. Вот так. Так, мель. Все-таки посмотрим, да. Я сказала, что это мельница. Мы посмотрим, что это еще. Ага. А это и стан, и завод. Хотя мы знаем, завод – это plant, да, factory. Factory – фабрика, когда-то учили мы, да. Плант, и завод, и растения, да. Вот вам. Многозначность слов. Мы можем еще назвать наше видео «Многозначность слов». Потому что вот мы как раз разбираем синонимы. Так, значит, мель может быть не только мельница, как я сказала. Стан, завод, фабрика, фреза. Я не знаю, что такое фреза. Что-то резательное, да, потому что дробилка. От слова «дробить», да, тоже будет мел. Прокатный стан. Ну, вот я думаю, нам запомнить, как мельница, прокатный стан, пресс достаточно будет, да. Потому что дробилка, она исходит из этого. Заводской мельничной. Вот. И еще есть 26 вариантов фрезеровать. И тут 26 вариантов. Но я не думаю, что нам стоит их нажимать. Мне хочется. Вот, смотрите, видите, мне хочется. И вот получилось. Мелл – это тюрьма. Видите? Тысячная часть доллара. Это тоже милл. Но нам не надо, как бы, да, для начала. Тюрьма. Prison. Jail. Вы теперь еще милл знаете, да? Бегущая дорожка. Тоже милл. Кулачный бой. Это тоже милл. Мельничный. Молодь милл. Ну, идем дальше. Пейпер. А у нас уже встречалась пейпер. Мы пропустим. Мы его рассматривали. Помните? Мы рассматривали пейпер. Это было не только газета, не только бумага. Это было даже заворачивать бумагу. Тю пейпер. Это были пейпер деньги. Было много. Бег. Ну, во-первых, много значений, да? Это и мешок. Если я скажу пластик баг, это пакет, вот, сделанный из пластика, с которым мы в магазин ходим. Пластик баг. Ну, мешок может быть еще сак. Ну, и баг тоже. И мешок. И, конечно, уже выдумал секрет. Ти-баг. Пакетик для заварки чая. Да? Может быть тоже баг, как пакет. Посмотрим, что они нам дают. Посмотрите. Мешок с самого начала, да? Сумка, чемодан, карман, баллон, баллун. Мы знаем воздушный шарик, да? Но баллун – это еще получается баллон. Да? И баг – это баллон. И добыча, и кошелка, и полость, и картуз. Бэг. Мешочный. Бэг. И глагол «отопыриваться» тоже – бэг. И вы видите? И все равно вот они не все дают. Бэг. Где тут пакет? Где я не вижу пакет? Слово «пакет» я не вижу. Все-таки неполный перевод, видите? Пластик баг. Вот этот пакет, некоторые называют его «кулек». Это же пакет. А вот его здесь нет. Ти-бэг. Пакетик для заварки чая. А контейнер made of flexible material with an opening at the top used for killing things. Ну, видите? Обозначение не дает всей полноты. Бэг. Бэг. Ти-бэг. Это же не для того, чтобы носить, а для того, чтобы пить. Потому что... Бэг. Видите? А. Широко раскрытся, ротик. Бэг. Вот очень хорошие многофункции в нашем Google Translator для изучения английского. Идем дальше. Мотор. Ну, мотор. Кто не знает мотор, да? А вот это двигатель и мотор, и автомобиль, и автомашина, да? Вот motor. Это может быть и просто автомашина. И моторная лодка. И тачка. Моторный, автомобильный, двигательный. Ехать на автомобиле motor. Вести на автомобиле motor. Да? Не только drive. Ехать. Go. Ну и motor. Идем дальше. Tie. Ну, мы знаем. Это завязывать что-то, да? И tie. Галстук. Посмотрим, что нам оно дает. Галстук. Связь. Смотрите. Relations. Это связь какая-то, отношение. Это tie тоже. Ничья. Tie. Draw. Завязка. Tie. Stream. Связать. Tie. Завязать. Tie. Да? Привязывать. Tie. Don't tie. Не привязывай его. Повязать. И еще другие варианты. Тридцать три. Я уже не буду. Открывайте. Кто хочет. Пускай смотрится. Heart. Вы скажете. Ну, конечно, это сердце. А если я скажу. By heart. Learn. This poem by heart. Выучи это стихотворение наизусть. Ну, тогда будет heart. Проверим. О. Видите? Душа. Душа. Центр. Да. Center. Heart. Центр. Вот это стоит запомнить. Помимо сердца, стоит запомнить еще центр. Суть. Тоже хорошо. Сердцевина. Ядро. Любовь. You are my heart. Да. Любовь. Чувства. Feelings. Heart. Сущность. Essence. Heart. Мужество. Courage. Bravery. И heart. Сердечник. Core. Heart. Это слово. Даже не хочу. Такое противное. Это слово. Так. Дальше. Beat. Ну, есть это слово в таблице неправильных глаголов. To beat. 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 Это бить. Биться. Да. И побить человека. Father beats him every day. Папа бьет его каждый день. И биться сердце. Ну, посмотрим, что нам дает Google Translator. Бить. Биться. Отбивать. Да. Побеждать. Win. И beat. Победить. Колотить. Бороться. Взбивать. Удар. Такт. Еще 32 перевода. Биение. Ну, нам подходит биение. Посмотрите. Нам подходит биение, потому что heart beat. Биение сердца. А они перевели сердечный ритм. Да. Heart beat. Сердечный ритм. Может быть сердечный ритм. Может быть биение сердца. И может быть пульсация сердца. Вот такие разные переводы могут быть. Ну, давайте посмотрим еще один Google Translator. Вот наши слова, которые образовались. Вы видите, crossroad. Здесь запятые для того, чтобы использовать функцию чтения, произнесения, чтобы она читала не очень быстро. Потому что когда без запятых, она будет ориторить, и вы ничего не услышите. Вот сейчас прочитаем. Всегда рекомендую читать. Красивое чтение. With Google Translator. Crossroad. Crossroad. Doorknob. Shoelace. Seashell. Riverbank. Underwear. Earmuff. Windmill. Hardboiled. Highschool. Tea bag. Sunset. Necktie. Newspaper. Tightrope. Bathtub. Papercutter. Motorcycle. Heartbeat. Muff. Ну, вот. А видите, Muff еще перевел неумелый. Вы помните, у нас там была муфта. А видите, он перевел неумелый. Поэтому вот, чтобы... Вот, если вы хотите текст переводить, так вы именно используете вот этот метод. Просмотрели текст. И некоторые слова, которые вам кажется, что перевод странно вам перевел, а он выбрал слово, которое одно из многих переводов, и вы выделяете. Что еще хочу сказать? Если вы начинающий человек, и вам очень-очень быстро вы ничего не понимаете, вы нажали один раз и не слушаете, а нажимаете второй раз, и она будет вам читать. Это диктор очень медленно. Смотрите. Crossroad. Trading. Doorknob. Shoelace. Seashell. Riverbank. Underwear. Earmuff. Windmill. Hardboiled. High school. Tea bag. Sunset. Nectar. Я остановлю, потому что я не люблю. А кому-то очень может помочь. И вот смотрите. Crossroad. Перекресток. Ну, классно. Это нам подходит такой перевод. Но мы же любим перепроверять. Мы же хотим расширить наши знания, словарный запас пополнить. И мы опять перепроверяем, что здесь получилось. Перекресток. А еще один. Пересекающая дорога. Мы прокручиваем. И вот мы здесь уже, на этом этапе, мы можем смотреть синонимы. Intersection. Перекресток. Значит, мы уже запоминаем, что перекресток – это не только crossroad. Перекресток не только crossroad, но также intersection. А вот пересекающаяся дорога, пересекающая дорога, crossway, да, еще здесь есть. И вот так мы работаем, не спеша, над своим словарным запасом. Trading. Торговля. Ну, я соглашусь, но не всегда. Trading может быть как удачная сделка много разных переводов. Как он нам переведет? Trading. Видите, обменная сделка он перевел. Обменная сделка. Есть разные варианты перевода. Все-таки не все он дает. Дальше. Дверная ручка. Я согласна. Да, мы знаем дверь. Knob – это набалдашник, ручка, кнопка какая-то. И я вам говорила правило, что два рядом имени существительных. Один переводится как прилагательное. Поэтому дверная ручка – классный перевод. Нам подходит. Еще для новичков. Смотрите. Kn. Когда рядом стоит kn, к никогда не читается. Donob. 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 Вот так. Но мы перепроверяем для того, чтобы запомнить больше значений, чтобы посмотреть. Donob. Видите? А ничего не дало. Это значит, что действительно, вот они так и определяют. Один перевод. Donob. 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 Идем дальше. Да, что еще хочется сказать. Не всегда будет внизу перевод. Если, например, слово в прошедшем времени, вот, с окончанием – иди. Вы видели, выделили все слово. Оно – to play – играть. А играл вчера – played. Вы выделили все – played. Оно там может не отображаться. Поэтому надо еще вот этот момент учитывать. Выделять, например, только play. Shoelace. Шнурок. Очень я согласна. Ну, проверим. Согласна с этим переводом. Shoelace. Шнурок для ботинок. Шнурок туфли. Видите? Шнурок для завязывания. Очень классно. Правильно переводит. Shoelace. Да, хорошо. Сишелл. Морская ракушка. Тоже согласна. Ну, на всякий случай давайте обозначим. Сишелл. Сей море. Щелл. Ракушка. Сишелл. Морская ракушка. Есть еще же речные. Видите? Морская ракушка. Да, можно. Давайте еще раз. Сишелл. Видите? Сишелл. Чудесно. Дальше. Riverbank. Вы помните? Бенк. Я говорила, это не только. Вот. Берег реки. Классно переводит. Правильно. Проверяем. Речной берег. Видите? Здесь перевод. А здесь как? Берег реки. Ну, и правильно. Мы и так, и так можем сказать. Речной берег. Берег реки. Riverbank. Речной берег. Берег реки. Underwear. Нижнее белье. Совершенно. Видите? Under. Это помните, да? Под. Нижний. Ниже. Ну, мы проверим, потому что мы любим проверять и узнавать больше. Нижнее белье. Нижняя одежда. Underwear. 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 Clothes in one under, other clothes typically next to the skin. Одежда, которую носят под другой одеждой, обычно она соприкасается с телом. В чем сложность перевода с английского на русский, что необходимо добавить слова, которые нет в предложении, чтобы звучало грамотно по-русски. Поэтому этот Google Translate, я повторяюсь, он раньше очень неплохо переводил, но после функции когда стали добавлять свои переводы другие люди. Так. Что он? А видите, он нам не перевёл совсем. Видите? Он совсем не перевёл. Эмоф. Эмоф. Он не перевёл. Ну, современные словари дают эмоф как наушники. Эмоф. Это как наушники. Ветряная мельница. Хороший перевод. Я согласна с этим переводом. Но, видите, ещё русские слова. Ветряная мельница, ветряк и вертолёт. Хеликоптер. Они тоже скажут как windmill. Видите? Все-таки у неё американский акцент, всё-таки. Американский. Вот кто любит американский, используйте напропалую этот Google Translator. А кто любит британский, любое слово есть в словаре Cambridge, Oxford Dictionary. И там и британский, и американский вариант перевода. Ой, извините, произнесение. Дальше. Hardboiled. Крутую. Согласна с этим переводом я. Смотрите. Hardboiled. Но нам ещё даёт как прилагательное, да? Не только сваренный в крутую. Жёсткий. Бесчувственный. Чёрствый. Прожжённый. Неподатливый. Искушённый. Hardboiled. Hardboiled. И вот если у вас, вы считаете, что у вас плохая память, это неправда. Вы просто мало работаете. Вот нажимайте много раз вот это hardboiled или другое слово, которое здесь, и вы очень хорошо запомните. Закрывайте глаза. Hardboiled. 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 Если вы хотите читать, вы, конечно, смотрите на текст. Но если вы хотите воспринимать на слух, вы не смотрите на текст. Вы закрываете глаза или отводите глаза в сторону. И только используете слух. Так, идём дальше. High school. Старшая школа. Ну, слова иногда переводят высшая школа, но я соглашусь, что если это американский, английский, это старшие классы школы. Так, tea bag. Ну, это я вам говорила, да? Видите? О, чайный пакетик. А я говорила, пакет для заварки чая. Я более так красиво говорила. Ну, а можно чайный пакетик, я согласна. Бау, посмотрим. А видите, порция чая в пакетике ещё они говорят. Видите, как много, по-разному много переводить. Tea bag. У каждого своя лексика. Поэтому, видите, я говорю, пакетик для заварки чая. А здесь порция чая в пакетике. А здесь они перевели чайный пакетик. И все три варианта правильные, потому что это многозначность слов. Что одно и то же слово мы можем перевести по-разному. Tea bag. Это было sunset. Ну, совершенно верно. Закат солнца. Но если вы учите даже русский, for example, например, русский, вы хотите знать больше, лучше. Вот вам, смотрите. Sunset. Закат. Заход солнца. Вечерняя заря. Конец. Последний период. Закатный. И там дальше есть переводы. Necktie. Галстук. Necktie. Tie. Мы говорили, это завязывать, да? Обвязывать, подвязывать. Там много было переводов. Ну, давайте проверим, как красиво нам дает переводчик. Нет, он дает только галстук. И все. Necktie. 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 Вот как много сегодня вы выучите со мной, видите? Дальше. Ну, конечно, кто досмотрит видео до конца. Newspaper. Newspaper. Посмотрим. Газета, да? Газетные еще нам дают, да? Newspaper. 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 Bathstub. Мы это говорили, бас. Ванная, таб, это емкость. Вот они перевели ванна. Что здесь? Тоже ванна, видите? Кончик языка между зубами. Потренируемся. Bathstub. 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 Класс. Идем дальше. Всех улучшается настроение, уже скоро конец. Papercounter. Это был у нас резак, да? Бумажный резак. Ну, я говорила нож для резки бумаги. Что он там? А тут бумагорезательная машина дает так. Motorcycle, да? Мотоциклетный они перевели, да? А видите, вот и не выдержалась. Ну, я не согласна с мотоциклетным. Мотоцикл тут все-таки, мотоцикл. Уже устал даже был транслейтер нам переводить. Сердцебиение, да? Я согласна. Биение сердца, пульсация сердца. Волнение. Вот нам волнение. Мы еще не переводили. Да, пульсация сердца мы переводили. Биение сердца. Волнение нет. Вот волнение запоминаем. И вот мы выполнили это упражнение. И мы выбирали слова из второй колоночки, подставляя к первой колоночке. И здесь печатая, или вы можете написать, взять ручку и бумагу, да? Вот. Здесь мы будем писать кросс. И здесь выбирать. Да, у нас было раут. Вот мы выбрали раут. И у нас вот получилось в итоге. Вот какое получилось у нас выполненное упражнение. У кого хорошая память, он запомнил. У кого нет, буквально через 3-4 дня просмотрите. Через недельку, через 2-3, через 3, у каждого свой порог запоминания. Просто пересмотрите эти листики, что вы записали, если вы писали. Вот. Или просмотрите еще раз начало и конец видео. И вы будете знать эти слова навсегда. Спасибо за внимание.